так народ пошел недолго времени прошло и опять на связи здорово-здорово можно еще не прощались давайте сейчас еще полминуты и по вопросам ответом по бубни и огора читать это барахло которое еще записываю на канал выкидываем с переворачиванием видео полная жопа блять я одно видео сидел полдня переворачивал вот получилось перевернутая ну блять где-то геморрой долгий короче объем с телефона на youtube закидываю сейчас и все вот в таком виде будет узкая полоска будет кому нужны ответы картинка картинка смотреть них вы совачкарика блять и уже наверно насмотрелись поэтому будет ответы на вопросы и все кому интересно послушает про инферно и блять как про него не забыть вот вот это инферно и есть мы в инферно узнать что снимать в инферно чем будем снимать блин в уфу приезжают что там делать в уфе я не знаю что делать в уфе там холодно наверно я лучше в это в теплые края как после вчерашней тренировки ног херово вот в смысле хорошо очень блять сегодня я машину там капот трос там лет оторвался и так по мелочи там поставил в сервис на такси блять поехал вылазить из такси сегодня блять как свело ноги и на корячка блять возле на улице возле торгового центра блять минут десять на корячках сидел подыхал там блять перед фотосессии вот так вот ноги я качаю просто жопа блять темы семинара в субботу нет никакой любые вопросы будем сидеть общаться предложу какие-то темы либо будем вести диалог ну скорее всего диалог такой вот более развернуто давать какие-то ответы на вопрос такие что больше всех народ интересует который придет буду делиться личным опытом касатка рыба норм кушать я не знаю касатка что-то я не сталкивался с ней хер знает честно не знаю а вы когда сдали билеты и когда ебанете в крым я 13 с дочкой походу или 12 или 13 с дочей со своей опять рвану для роста ног не хватит одного приседа может и хватит но определенные пределы будет бодибилдинг это все-таки прокачка мышц разными упражнениями разными углами извращаться нужно по страшному прокачка ног будет как бы тупо работать на большие группы мышц будет расти жопой квадрицепса там партняжные внутренние там бицепс бедра это будет отставать явно почему в другое место не захотел следать потому что я был в то и мне там понравилось так понравилось что я хочу ребенка своего туда вывести очень хочу подарить ей праздник на каникулы я херовый папаша ни разу с ребенком никуда не уезжал поэтому надо исправляться поэтому хочу в таиланд опять мы с ней там экскурсии еще провозим всех которые там не всем то что получится попробуем так чё у нас там еще такие чего норм не знаю чем норм пропустил я счет тишина к то 20 общений в один раз то меня протеин а чё ма а май протеин я я просто словах слышу что есть такое но не пробовал личного опыта нет аргинин пью до перед тренировкой рыбок хоть посмотрим а там на самом деле в то и не рыбок едут смотреть рыбок надо в египет ехать смотреть то это другое на смотреть там природа там места красивые там много чего надо смотреть там год 11 дней нереально не хватает чтобы все бы туда надо сюда даже нет такого время чтобы там думаешь блин уже надоело куда пойти там столько куда пойти что не хватит на вообще 11 дней никак тайк на них смотреть на этих тайк страшно и блять как моя жизнь саня мне дал 110 это 1100 погонять мне его вполне хватит чтобы на моем уровне пофотографировать и на эту самую с джей камеру поснимаю я поснимаю там еще на сушке воды пью так же как и на массе не меньше пяти литров пить надо воды много много воды надо попить вот вода это жизнь спонсора нет нет спонсора будут хорошие предложения будет спонсор за банку протеина я не буду себя ограничивать ни в чем учился в школе ну не отлично хорошо наверное учился меня учителя любили не за ну я когда впрягался так я у хорошо учился когда забивал удовлетворительно учился но я немножко другим там брал я такой лидер был в школе меня все время линейки пример ставили вот как должен выглядеть как должен себя вести ученик средней школы блять посмотрите ебаный по пандоповой блять на себя ходите как говно блять вот смотрите я ходил брюка в костюме в туфельках в рубашечке пример подавал разъебаем всяким школе пить да я она примерял больше мудаков были у нас там терки всякие периодически я все время блять меня такая была особенность я пизды получал периодически за то что за слабых заступался вот вижу несправедливость и заступая за слабого всегда блять а потом нахуй эти пизды даже тому кто наезжал на слабого он блять позовет своих старших братьев там они там в парке блять нас пиздили кучками блять уроды 11 блять со мной сука никто не дрался ни на руках никто не борол меня в школе не не пиздились на 1 на 1 все ссали но кучкой суки налетали это такое было я в зал хорошей тренировки мы тоже часа через два нам качаться здорово рус 98 ну я крепким был в школе на руках борол всех и одноклассников и классников меня не дам этим быть арнольдом уже называли еще в школе всякие там клички давали но я на самом деле кличка никогда не было вот но называли периодически арнольдом там еще кем да конечно на связь выйдем сегодня спина сегодня на тренировке спина будет у меня нету в доступе таких фотографий может у мамы надо будет как-нибудь спросить как кроссфиту отношусь кроссфит это занятие для абсолютно здоровых людей если у вас есть отклонения какие-то искривление спины там блять суставами чем сердцем чего-нибудь там да любая проблема это уже не кроссфит пизда вам будет на кроссфите для абсолютно здоровых людей кроссфит вот ну как блять может с кривой спиной ебашить там на ту ушат убьешь там все убивается это для здоровых людей для того чтобы показать как ты охуенно носишься как угоревый блядина ебашишь там как сумасшедший бля там пульс нахуй хуярит но сердечнику чё делать на кроссфите блять любому чуть нездоровому человеку там пиздец на этом кроссфите поэтому это для здоровых я против чтобы люди занимались кроссфитом не обследовав свое здоровье не проверив свои там артриты артрозы суставы там всякие блять грыжи протрузии хуюзи и всю эту хуйню если у вас что-то там есть ниху вам делать кроссфите добьете себя окончательно вот поэтому есть бодибилдинг который наоборот я имею непрофессиональный бодибилдинг оздоровительный бодибилдинг который решает все проблемы со здоровьем практически все вот выравнивать спину там ну и закачивать мышцы там усиливать мышечный корсет это все все в плюс здоровью идет так что я вот так что бодибилдинг на все случаи жизни любым больным люди бодибилдинг поднимает больных с койки с коляске массажисты плюс закачка но понимаете да чем я бодибилдинг это телостроение не профессиональный не спорта именно нагрузки в зале травмливых травмы локтевых суставов слава богу не были нам побаливали локти от французского жима я его просто редко делаю заменяю его там но все равно делаю нога поэтому травм не было но глюкозоаминщик там мсм помогает чё конкурс красоты чуть ли пропустил да его все видели этого толика в доме 2 скидывали мне видео он там напиздил конечно в три короба ему там дали текст он его зачитал типа он там со всеми помирился долги всем раздал к конфликта уже не было на самом деле как он съебал так и все никому он ни копейки не отдал не за аренду там за него ребята платили аренду 25000 координатор личные деньги он ни хуя не отдал мне еще там десятку торчит торчал блять ну торчит до сих пор и по спорт питу клиентку или клиента и тренера там наебал короче одного на деньги другого на спортпит там еще куча блять их вот поэтому толик ему надо было сказать на доме 2 красиво да я такой плохой я вот так поступал потому что мне было хуёво но я признаю свою вину и тра-та-та и конфликт решен все пизда то все увидели ну на мой взгляд не хороший человек молодой жизнь ничего не научила пизды получит пару раз нормальных таких башни отшибут пару раз потом будет знать да с бирюлева длинный я сейчас другую тему слышу а блять где тут сказали блял куда-то кутки шанькиным пошел его там сразу от хуесосили и его слили в дом 2 пошел вот там от хуесосили тоже слили куда он только не пойдет его там везде сразу блять втыкают короче блять за эту тему сейчас он короче фотографом заделался ебать фотограф анатолий лакуцин блять профессионал блять фотограф анатолий лакуцин видать блять за него тема с этими тёлками блять не дает ему покоя гормоны играют решил наверно пофотографировать бикинисток там всю эту хуйню блять лохушек каких-нибудь найти пофоткать за бесплатно набрать себе рейтинга блять фотограф анатолий лакуцин ебать рот пиздец просто у него хуй век сходи к нему на фотосессию расскажешь нам чё думаю мистер и вселений вселенном невском тоже что и все наверно очень популярный актер режиссер самый известный бодибилдер в россии чего о нем еще можно думать нахуй о нем вообще говорить ему так пиара слишком много вот спасибо за такой отзыв так ничего интересненько еще давайте минут 15 еще погоняем а тут уже пуканы рвутся у всех хотят какие-то дела решать менеджеры так не успеваю димона спасать блин да и ладно пусть погулять ё-моё димон него блять в это сама как его в его возрасте сейчас самое то с девочками жарится по полной программе я на самом деле не против лишь бы человек получал удовольствие пусть хули этот бодибилдинг жрать срать блять качаться жрать срать качаться у димона все заебись сиськи письки блять уху внимание девочек димон вырвался блять димон раньше вел спокойный образ жизни никто его не знал он особо никуда не лез сейчас димон понял что он ценный фрукт он настоящий мужчина лысый брутальный и все у него там заебись и теперь надо только блять отоваривать по полной программе радоваться жизни чуть димон трогать хочет так пусть будет но он сам подкачивается держится в форме димон уже не женатик проектах каких проектах и даже не знаю на каком турнире тоже не знаю как массу наберем дальше с тренером решим как дальше поступать с каким турнир пока еще не знаю наверно осень скорее всего там видно будет у 60 человек охота посмотреть как масса ляжет до тренер слова у гринов тренер славик ну я привожу все усилия чтобы русского человека увидели на олимпии я иду к этой цели а там дай бог только здоровье мне только здоровье надо все прошу бога только одного здоровья больше не нахуй ничего не нас все остальное сам добьюсь и сделаю жопу разорву но все сделаю виталий лебеденко не знаю кто такой думаю посмотрим пригласит дима пригласит не пригласит сами организуем новые каникулы я вот сейчас буду организовывать опять я думаю чем-нибудь новеньким вас порадует с дочкой будем ходить снимать тренер лены гусевой лену гусевая по моему знаю по моему это с украины если моя логика не изменяет не знаю я его лично с любером перестали сотрудничать очень давно после выбирая меня готовил в 2013 году виктор шами потом вячеслав угринов сейчас мы с ним второй сезон был серега миронов ждет я знаю мы с ним списывались я ему сказал что если у меня все получится я приеду объявлюсь вот он сказал что два месяца там еще будет так что все впереди еще что думаешь о форме или с уколом если бы была форма о ней можно было бы что-то думать но пока у лёши формы нет чего не думать ничего не думаю потому что формы нет очень хочу чтобы он сделал форму меня очень симпатизирует лёха потому что он блять такой сука огромный ему пиздец я вот просто думаю как бы мне таким стать как блять так нахуярится так чтобы таким блять огромным стать но это пиздец вот дай бог мне такое мясо я попробую сделать форму а почему лёха не может но вляет мышь не знаем что там на самом деле никто не знает я не знаю можем только догадываться и сплетни распускать поэтому делать этого давайте не будем ничего говорить о форме лёхи будет форма будем радоваться вот как-то так да я же говорю мы можем догадываться почки там не почки может там хер его знает чего там причем здесь почки воду не выводит но так блять я могу форму делать вообще без диуретиков не выводить ну вообще без диуретиков вот то что было на праге блять я нихуя даже не сливался я просто уже там за неделю такой был атомный блять я просто открою вам секрет я на праге просто не грузился вообще ел один белок и нашел там хуй вот тучу белка и ел вот это секрет я вам сейчас открыл все остальные турниры я грузился на праге нихуя не грузился вообще углеводы не ел до турнира я сбросил там конечно вес немного но форма получилась такая атомная что пиздец вот а чё у лёхи я не знаю я не думаю что там почки хуёчки возможно какая-то идея может быть другая у них в голове может быть не знаю валерон неплохо набирает давно не видел я просто что-то в контакт блять не заходил 100 лет уже так зайду на три секунды меня сожрал перископ клуб и тренировки поэтому я чё-то и блять следить перестал так чуть иногда вылетает семинары дима голубочкину недавно посмотрел пару мотивашек каких-то и все давно не смотрел меня по моему не любит особо в группе как она называется то их не группа эти блять любители пожрать творога или чё-то там у его знает я не помню как даже группа называет пельмени ну не знаю чё он ест пусть ест если блять если я вам скажу чё я все ем там шляпу поджираю я ем много правильной еды да там но я блять могу колбаски дайте кабаноси схуйнуть и клер пиздануть там чуть еще нет во вред не идет вы же видите да вот две недели после каникул прошло сейчас вес 111 плюс 7 килограмм два часа назад полтора видели до этом с голым торсом бегал кто не видел можете посмотреть перископ запись не как бы нормально единственная проблема что сука до 116 дохожу и как вот колом встает вес видимо не хватает потом уже только аварийности которую нашу дальше прогрессирует за две недели 7 килограмм не за три за две в два ночи перископ надо теперь включать каждую прием пищи перископ да пошел выжрать включил перископ пошел срать включил перископ пошел качаться включил перископ вообще его не выключай надо это блять электростанцию с собой возить блять передвижную чтобы телефон заряжать валерон так делает валерона 7000 калорий в день тебя сколько бля я не считал калорий честно не считаю я не думаю что 7 возможно 5 наверное приблизительно надо как-нибудь ну и я не могу посчитать ну блять вот у меня есть минимум белка до которая должен сожрать это основа углеводы которые влетают я их не считаю но помимо этого допустим я жиры вообще не ем но вот в этих ебучих колбасках этих блять охотничьих там который кабанусь там же сука есть жир вот он проскочил потом там еще кантеклер проскочил там тоже шняга как это есть торт медовый тут я взял тоже блять всякое говно там ну и похер мед не мешает все полезно что в рот полезло на два дня набрал 23 килограмма да это хуйня полная набрал я набирал 12 или 14 килограмм за два дня после соревнований как широк блять становился на отеки просто были но это после соревнований только ты же понимаете что это пиздос 23 килограмма это блять с ума с этим уже порвется чем-нибудь так ван давать еще пять минут и хорош потом на тренировке увидимся по хоть интересный блять мой этот диалог монолог ну блин ну супер 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 давайте еще два вопроса каких-нибудь легеньких больше историй ну стараюсь что-нибудь я иногда срывает путь вопрос на который у меня есть свое мнение такое категоричное поэтому меня иногда вырывает вот вчера кстати показал вам упражнение одно которое никто не делает на тренировке но кто не видел пересмотрите вот сегодня спина будет сегодня чего-нибудь посмотрим что ничего пока не знаю что будет то и будет рис ем до жасмин или басмать такое у меня не не особо но здесь вот есть стандартная вот тут вот парочку но их не видно как-то особо у меня не такая кожа у меня нормальной кожи не как вот у таких белых которые знаете прям аж блять вот так волнами идут у меня такого нет есть такие ну на бедрах может быть там такие еле-еле заметны такие прям вот таких сильных нет блин вот несколько вопросов прочитал ну кто тебя тренинг но говорили пять минут назад вячеслав фугринов сколько там чего-то опять там углеводов говори уже не считаю буду немножко пропускать уже потому что голова кругом ведет по за полчаса по три раза один тот же вопрос да 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 надо кардио делать делаем два три раза в неделю по 40 минут сколько часов спишь были нрут 98 вы же каждую трансляцию каждый раз по 10 раз говорю что сплю 8-10 часов так надо 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 палить блин вот кто тут спамят дичь ешь дичь это что такое что такое дичь после тренировки кардио на наборе не считая угли на сушке сказал у меня на канале есть видео питание в межсезонье питание на сушке вот это вот вся хрень там и там прям целая тема можно посмотреть но у кого всех тренируют спицы из-за границы я не думаю что у кого всех виталика фатеева кого вы еще знаете но я не знаю кого еще больше не слышал а прикол сказать про дичь лоси это как это я стоял там возле одного заведения юридического ждал там своей очереди и смотрю чувак стоит курит и по телефону болтает ну чё-то там типа ну я просто слышу разговор чуть там на охоте был вот это ну как что-то идет разговор короче и я так слышу быть ну чё это оленину ты ел или вы своих не едите такой тонкий юмор я такой стоял с тобой дошло блять оленину говорит ел или вы своих не едите блять типа олень блять так где дедушкина или дудушкина если это дудушкин если это дмитрий у меня свои с ним отношения которых вам не надо знать для меня есть тренеры которые готовят чемпионов москвы абсолютно там россии а это все больше разговоров вот про дудушкина не хочу говорить ничего вот ромка дудушкин это другая история брат его мы часто там на соревнованиях встречаемся и мне важно мнение рома он постоянно как бы посещает турниры постоянно там суди да я подхожу и с этим человеком есть контакт оценить там поговорить оценить мою форму там посоветоваться могу а с дмитрием или как дима дудушкин да там другая история вот личная роман да а дмитрий до свидания с андрюхой с коронным ну скажем так он мне ни разу не выиграл счет 60 по моему в мою пользу с андрюху с коронным по моему 606 турниров мы с ним по моему или 50 блять не помню 6 по моему 0 до 6 не короче не помню блять 60 по моему или 50 с андрюхой мы с ним выступали в категории там 90 мы с выступали на россии выступали на москве выступали еще где-то на арнольде потом еще раз на россии ну короче он у меня не выигрывал блять зачем мне свой фитнес клуб открою лучше бы второй наверно открыл подумал бы в этом направлении кому нахуй нужен спортпит иван водяну чё там как назвать иван водянов нутришин кому нахуй нужен этот нутришин ёбаный от ивана водяну чё там делать рассыпать как все это говно потом слушать блять какое-то дерьмо продаешь нахуй то надо одежду кому она нахуй нужна эта одежда спортивная пизду для качков для хуечков вон ее дохера небе там гасп еще какие-то npc что думаете там такие неебические обороты что ли хуня это все вот так что это не не то направление на мой взгляд в котором надо развиваться водянов колбаски колбаски кабанусь но это будет а быстрее пойдет колбаски водянова быстрее пойдут чем протеин вот народу похуй что жать лишь бы вкусные колбаски были а протеин пиздец или эклеры вот тоже тема короче угар пошел ладно народ время уже время идти есть еще мне тут он блять посмотрите такая ебучая куча договоров вот лежит мяч надо все блять подписать и на тренировку все давайте через пару часов увидимся часа полтора два может надеюсь что не в 12 ночи сегодня все давайте до новых встреч приятным было с вами поболтать надеюсь вам тоже все ебаная кнопка вот она чик чик чик